друзья снова рад вас всех приветствовать на моем youtube канале и сегодня начинаем очередной проект кухни леруа мерлен все стабильно фасады newport беленький самый на популярный фасад квартира это у нас застройщик пик со своими минусами со своими плюсами плюс работать в квартире пик это то что здесь кухня гостиная и довольно таки удобно можно расположиться минусы это соответственно ремонта застройщика с теми коммуникациями которые предлагают застройщик как правило я всегда их рекомендую вам переделывать под ваш проект кухни в принципе здесь это было и сделано у нас здесь был владимир который сантехник электрик он нам сделал электро разводку сделал разводку по водоснабжению теперь у нас все розеточки на своих местах согласно рекомендации по подготовке помещения питание для варки микроволновка духовой шкаф вытяжка провод который будет питать подсветку все это работает через клавишу на фартуке самый отличный способ розетки для холодоса сейчас покажу на фартуке пару розеточек и водоснабжение так значит из нюансов сразу по проекту короче у нас приехали у нас здесь два пенала в проекте здесь колонна духовка микроволновка здесь колонна холодильник и на пеналах кривая фрезеровка уже не первый раз мы это попадается но прямо два пенала кривая фрезеровка вот пипец как бы контроля качества нет абсолютно никакого к сожалению дура в этом плане и коллеги тоже пишут что такое тоже бывает у них сейчас я вставочку там сделаю я снимал так значит что касаемо пеналов заказчик уже заказал два пенала завтра должны приехать плюс еще одну панель мы здесь ее поставим чтобы нам холодильник немножко отодвинуть от стены и тем самым нас дверца будет открываться на более большой угол ну хотя бы нам уже 90 градусов дверь открывал чтобы эти все лотки нормально спокойненько выезжали так я здесь уже потихоньку начал собирать чуть-чуть разложился рабочее пространство сейчас покажу то есть вот так и все застелил видим до места на куча можно работать пару модулей собрал сотый модуль вот еще две шестидесяточки сотый как обычно пытаюсь его усиливать чем только возможно сейчас этим займусь посудомойка сразу да пока она здесь на стоит посудомойка электролюкс вот ее моделька сразу кому интересно хорошая посудомоечная машина устанавливается отлично моет хорошо в общем клевая посудомойка рекомендую все дровишки они у нас были на кухне я все здесь перенес столешницы у нас это фирма скиф называется дубун рати где на вот она в общем кромку как обычно не выписали тоже люди сейчас поехали за кромкой еще один пенал все наши фасаде ки здесь здесь куча фасадов имеется и панели вот самое главное за что всегда говорю панели у нас сегодня также будет 80 угловой переделываться поэтому нам нужно две панели для этого пятьдесят восьмых панелей целую кучу нам по на выписывали и даже вот 37 есть в общем с панелями проблем нет это очень хорошо в этом плане но вот пока мы здесь решали что делать с пеналами и вот время конечно на все это тратится здесь у нас стоит еще фасаде который на холодос пойдет в общем так вроде бы все есть но вот какие-то пару моментов с пеналами немножко под подводят нас каркасы остальные все часто все будут будут собираться профи для подсветки у нас эти подсветка сегодня будет врезная и все остальное здесь барахлишко фурнитура все есть ручки тоже не или рожные готовые ручки куплены так что еще касается по коммуникациям да ну в принципе кто меня смотрит уже картинка знакомая то есть вот от застройщика были вот там просто три хвосты торчащие владимир все напрессовал сюда подвел все там где должно быть то есть вот у нас границы заканчивается 105 шкаф у нас на стопятом будет сегодня вот водоснабжение друзья горячая вода для смесителя холодная вода для смесителя холодная вода для подключения посудомоечной машины канализация здесь уже есть манжет то есть как бы все готово единственно что заказчикам не получилось купить нормальный сифон для мойки поэтому будем ставить штатные не очень хороший вот но возможно сейчас еще глиров очень посмотрит по путеве розетки для подключения холодильника и посудомоечной машины друзья обратите внимание если вы делаете розетки в цоколе то нужно розетки поворачивать на 90 градусов потому что у приборов вилки угловые если мы на таком расстоянии поставим как обычно достается то провод от вилки либо в полу либо дно шкафа поэтому 90 градусов поворачиваем все вилочка так боком заходит и ничему не мешается ну на фартуке понятно розетки и вот у нас провод питания точнее клавиши которая будет включать выключать подсветку и провод у нас вот он здесь наверху я обычно наверху коммутирую все это дело чтобы не было нигде в шкафах видно потому что дело фрезеровку в бочине шкафов выложу провода и все там у спокойненько лежит если нужно можно всегда достать блок поменять его чем доступ есть для микроволновки розетка тоже этом рекомендации смотрим не для духовки то есть все как положено розетки должны быть либо ниже либо выше приборов вот как это гласить рекомендация и для вытяжки вытяжка кстати у нас еще не доехала вытяжка будет манфилд завтра приедет вытяжка приедет микроволновка и духовка в принципе они меня никак не держат вот потому что у меня здесь еще по низу работы хватает еще из нюансов ребят смотрите вот в леруа есть стеновые панели которые идут 240 и видим да у нас компоновка три по 60 модуля и как бы типа вот это тоже должен быть 60 вот и тогда у нас принципе 240 хватает панели стеновой чтобы она здесь единая была но проблема в том что нам здесь нужно доборчик увеличить немножко дабы у нас вот этот ящик но не было такой возможности зацепиться за ручку поэтому добор немножко увеличиваем да и здесь там нужно увеличить чтобы здесь все сошлось 80 модулем вот и соответственно сейчас со стеновой панелью тоже люди поехали в леруа смотреть что там есть за стеновые вот возможно вообще откажется стеновых будет фартук вот поэтому такие моменты тоже просчитывайте в общем если у вас тут получается типа 240 и вам говорят вот 240 выпишем лучше выписывать трешечку панель запасом я понимаю что это придется переплачивать но потом там останется допустят кусок но зато потом вы не будете бегать искать и панели а панель я вот померил панель идет у нас двести тридцать восемь и девять или вы или выдавать 239 и 8 идет панель то есть она идет даже в минусе не 240 ровно плюс не забывайте тот момент что иногда приходится панели подпиливать чтобы данным на здесь все сошлось там бы стены то заваленные то есть запас должен быть всегда допустим так же как и по столешницам столешницы люди купили это по-моему они не комплектуются именно кухнями до линии это отдельно можно на валеруа покупать столешницы и вот люди купили одну столешницу метр восемьдесят одну столешницу 240 то есть запас в плюсе у нас есть поэтому мы здесь будем беспрепятственно подгонять столешницы делать евразопил и так далее в общем все друзья пока начинаю пока у меня как говорю работа есть сейчас с пеналами надеюсь там что-то решится потому что там у каждого пенала 1 стоевая с кривой фрезеровкой и еще одна стоевая там не дофрезеровали пару отверстий поэтому я возможно сейчас из вот этих двух пеналов соберу один хотя бы мне его вот сюда поставить для чтобы здесь у меня уже пенал стоял и можно было двигаться дальше вот остальное потом мы переберем там в коробку сложим все эти детали которые бракованы и это будет все возвращаться обратно в леруа в общем погнали погнали собирать работать сейчас какие-то интересные моменты будут обязательно покажу у меня была мечта и было не до их ёбаных игр я всего лишь хотим оплатить каркасы тут потихонечку стягиваю выставляю то есть вот можно использовать омугольник и вот так по всем точкам проходимся бам-бам-бам-бам-бам вот так вот так вот так вот так и каркасики стоят ровненько по уровню все как положено вот потом еще обязательно нужно и вертикаль вот так проверять что-то видим шкафы какие идут то есть это все так потом подвигается и все будет окей вот там конструктив шкафа такой что снизу арголит прибивается по верхам должны вставляться такие вставки фиксироваться но честно говоря мы эти вставки вообще не улучшают доверие потому что когда ты начинаешь прикручивать ими вставками пластиковым сейчас покажу это не выглядит вот вот такие вот то соответственно когда вкручиваешь туда шуруп задний стенка начинает вылазить и вся диагональ у тебя все равно ломается в общем такая себе задумка вот поэтому я только по низу пробиваю все а здесь у меня уже есть возможность надо туда-сюда их можно толкать скажем так и за счет того что у нас будет здесь добор здесь пенала это вся конструкция будет стянута никуда не уедет не убежит так сейчас все такими нужно мне нужно начать с пенала сейчас я буду перебирать там из этих четырех стоевых находить две нормальных и соответственно их нужно будет устанавливать потому как у меня сейчас нужно сюда поставить пенал уже отбить его здесь чтобы он стоял и соответственно столеху одну подгонять от пенала до стены и уже столешницы здесь до конца вторую столешницу нужно мне делать потому как нужно сначала основу выставить наугад здесь лепить вообще не вариант потому что допустим ты хоть стену меря не меряй вот в любом случае пенал когда уже и шкаф становится к стене это даже видно все поверишься стены там и так далее тому подобное сейчас опять это все перебирать я уже их разобрал распаковал потом запаковал обратно блин забодал это леруа вы смотрите под видео все в 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 Продолжение следует... 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 санузел в общем за стеной а сейчас они начали делать что идет гипсокартон за ним идет фанера и соответственно можно без проблем крепить шкафы вот собственно говоря я вот этот шкаф закрепил все стоит как вкопанный поэтому за это не переживайте лучше конечно заранее проверять вообще если у вас чистый гипсокартон лучше делать либо закладную если вообще вообще никаких вариантов нет делать закладные там и так далее то соответственно в идеале найти где идут профиля вот и покупать специально еще крепеж для гипсокартона у фишера есть хорошие вертыши такие в общем ладно пилим погнали так друзья продолжаю я процедуру всю по столешницами вот только-только закончил подготовку столешниц у нас получается кромленый торец вырез технические подмойку евро запил две части запиленные вырез 2 технические подварку и здесь у нас также торец закромленный в общем времени ушло пипец на столехе ну плюс я да вот это пока подогнал подрезал в общем думаю не буду эту подрезать но будет там разница в нахлёсте там пол сантиметра думаю как бы ну куда деваться да вот положил столеху она здесь со сколом представляете там вроде подложки были на походу где-то бахнули и сколола и как раз вот эти пол сантима пришлось мне тоже срезать по заду и теперь у нас должны получиться одинаковые нахлёст даже по мере 3 вас у нас здесь она шкаф чуть-чуть ушел по моему блин от трешные конечно шкафы не могут на месте стоять короче да тут что-то типа около там но около трех с половиной да это грубо говоря и здесь то же самое здесь тоже самое получается вот поэтому нас теперь нахлёстики будут одинаковые вот просто здесь сейчас ушел нахлёст потому что столешницу туда сюда вытаскиваешь этот шкаф шалтай болтай делает вот и кстати кто спрашивал прикручиваешь не приключу шкафы друзья я их прикручиваю на их прикручиваю после того когда я столешницу притяну к шкафам все стянутом я только потом я в нескольких точках приключу шкафы потому что да вы смотрите допустим вас яма здесь вот как у меня вы приключите шкаф он у вас плотничком там сидит и получается что у вас вот этот шкаф относительно вот этот стоит вот так вот и начинаются потом всякие рода проблемки и нюансы и так далее неудобства монтажа там посудомоечных машин и так дальше в общем продолжаем так что касаемо деталей пеналы еще одна фальш-панель приедут завтра плюс люди перезаказали стеновую панель стеновая приедет тоже завтра у нас вот поэтому сегодня такой у меня конечно планы мои рушатся скажем так ну ладно куда деваться вот сейчас задача сейчас стену столехе прикручу их здесь каркасом здесь в плоскость все выровняю здесь практически тоже пока толкаешь по сюда убегают здесь плоско здесь панель будет пенал которого нет и попилю может быть отоборчик и очень сегодня хочется мне закинуть шину вот почти суббота дом уже давно сдался и поэтому если завтра буду здесь сверить бетонную стену думаю соседи не обрадуются этому поэтому задачка сегодня кинуть шину и ведь по возможности конечно пособирать еще навесные шкафы с ними тоже работа навалом их у меня здесь получается сколько раз два три 4 5 6 6 штук и еще один шкаф у меня который вот этот на пенале будет стоять вот соответственно вытяжку надо вырезать вытяжки тоже нет на завтра приедет поэтому надо пособирать шкафы один в угловой переделать сделать фрезеровочку под профиль в общем делов еще ребят выше крыши вот давайте поэтому друзья цена складывается от всего от этих всяких работ дополнительных да то есть нельзя взять один мешков собрать его и повесить нужно с каждым шкафом чуть заниматься что делать евро запиловать на столе хе существует часа два наверно мне ушло точно пока подогнал пока запилинся вырезы там то все покромить вот тоже время время уходит а за два часа некоторые кухни собирают почитаешь комменты там люди такие кухни за день собирают представляете это я тут растягиваю на три дня эту всю теле стройку нашу ладно все продолжаем так ребят итоги дня по быстренькому так чтобы не затягивать сильно в общем здесь каркасы навесные я собрал пока просто и закинул на шину сделал фрезеровку осталось мне здесь 80 очки сделать но чтобы ее там делать чтобы не все сошлось как положено в углу нужно выставить вот эти модули соседние которые пристыковываются к 80 очки один я уже займусь завтра освещение маловато время уже поздно хватит по низу на полный ряд все выставлен столехи я установил стянул в общем здесь все окей осталось меня естественно доборчики еще пильнуть сегодня не успел так за собой все порядочек уже место еще чуть больше становится в общем как вы видели я из двух каркасов собрал один вот и поставила про что мне вот этот каркас нужен был отстрелить именно стену про что стена у нас заваливается здесь вот видно видите по зазору там плотничком и все истина пошла пошла чуть уходит вот поэтому без пенала сложновато там вычислять столехи и все такое вот в леруа кстати вот друзья там сотрудники леруа кто подписаны на меня заказчики поехали в леруа в общем рассказали проблему за шкаф выписали дополнительно в леруа касса же в курсе были кто-то в общем из ребят на меня подписан передаю вам и здесь еще большой привет ну что в телеграме уже вам передал вот спасибо оперативно сработали выписали шкафы и панели завтра с утра это все приедет в общем нюансы бывают просто конечно досадно что блин чемодан стоит как бы денег он так с 11 500 стоит вот каркас просто коробка 214 на 60 вот и блин какие-то такие косяки вообще не странные очень но как бы ладно имеем что имеем в общем все на сегодня друзья тогда уже встретимся завтра свой день монтажа у меня приехал я на на адрес в леруа заезжал купил там кое-что по расходникам тут так по мелочи диск уже стерся у меня вентиляция там саморезики такой ерунда и вот все приезжаю у меня уже здесь все на месте все дровишки евро привезли молодцы еще в 9 утра привезли заказчик отписался и карнизы я вчера за них забыл сказать в общем к с карнизами беда бедовая именно newport белый за серый пока ничего не знаю в общем смысл такой что вы здесь видите короче леруа шный артикул он везде одинаковый по штрих-кодам вот эти артикулы разные вот видим нас 024 все три карниза это скорее скругленные приехали сейчас покажу те старые точнее те которые заказывали до этого вот они у нас ребят смотрите вот эти 024 вот этот 012 и 012 у нас здесь квадратный то есть вот видите квадратная форма карниза а 024 вот он скругленный но я думаю видно да невооруженным взглядом так сейчас артикул найду чтобы вам показать лирок клеит наклейки кто вообще непонятно а вот он то есть вот смотрите видите 012 вот у этих у всех вот 0024 а леруа шный в этом номер он у всех одинаковый и короче когда ты заказываешь ты не знаешь что тебе привезут тут вообще нету номера ну в общем не знаю ребят когда принимаете карниза проверяйте по штрих-кодам по артикулам чтобы они все были одинаковые номера иначе карниза разные разные формы когда их стыкуешь круглый с квадратным грубо говоря но сразу видно будет в общем все сейчас продолжаем сейчас навесными буду заниматься сейчас стеновые панели запилю все приклею и начнем закидывать там каркас и выставлять наполнение ну в общем человек обычно так друзья в общем со стеновой панелью решил выглядит прикольно как будто бы керамогранит вот естественно пришлось снимать шкафы закинул шкафы обратно пытаюсь вывести в уровень нифига не выводится потому что все упираются вверху в шину и не хватает еще регулировки поэтому соответственно приходится делать всякие проставочки типа вот такой вот фигни видите вот еще мне не отрегулировать шкаф просто показываю что у нас вот шкафы отходят вот стены здесь естественно тоже зазор потому что панель тонкая ничего не могу с этим к сожалению поделать в общем отклонение стен бешеная вот я не могу выставлять шкафы не по уровню потом будут проблемы с фасадами поэтому всячески пытаюсь выровнять мебель вот так как у леруа снизу никакой проставки не предусмотрено вот то приходится эту проставку из чего-нибудь колхозе там всякие вертыши туда кем вкручиваешь некоторые в комментариях предлагали ножки такие есть такие маленькие туда вкручивать это пробовал неплохая тема но как бы такое себе нету их нигде под рукой для рвов нет подходящих вот поэтому всякую ерундовину подкладываю в общем и ввожу это все в уровне вот в общем блин шкафы я уже не знаю сколько раз снимаю ставлю при перекручиваете проставочки снизу чтобы меня выводить все это дело в уровень здесь вроде поборол уже этот недуг стен скажем так вот здесь где гипса из гипсокартона стена прям вообще беда печальная сейчас у меня вот все шкаф висит в уровне все окей вот ну естественно ребят на это все уходит время и поэтому процесс сборки соответственно может затягиваться есть знаете примут шкафы накидываешь все регулировки хватаешь раз 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 и пошло все дела здесь у меня еще видите какой проект такой блин то одного нет то другого нет и все вот это накладывается потому что ну стеновую панель под подсовывать туда когда уже висят шкафы это сложноватое мероприятие пилить ее по высоте блин ну не знаю наверное что пилить ее что снять и поставить шкаф обратно тонута по времени и уходит в любом случае общем временно это все тратится ну просто зато когда так смотришь вот панелька там за шкафами и как бы выглядит это культурой нежели и упиливать по высоте все равно там зазор понимаете да будет в общем работаю работаю друзья время идет конечно завтра мне еще придется по-любому сюда приезжать потому что у меня сегодня в планах все попилить вытяжки кстати до сих пор нет сейчас я попробую я надеюсь что пеналы нормальные приехали не косяковы сейчас я сюда пенал соберу обошву его панелями вот и чтобы у меня уже композиция это хоть как-то стояла то что надо с подсветкой еще порешать вот так как как я говорил мне нужно вот здесь сейчас вот эти шкафы вот я их выставил сейчас я вот этими нужно выставить соответственно мне нужно здесь строго отмерить расстояние то есть понимаете за что у меня вот эта линия здесь миллиметр миллиметр сошлась и вот здесь соответственно угол сошелся то есть опять минуты шкаф при любом раскладе нужно будет снимать потому что я сейчас сделаю метки судно здесь понятно да но мне нужно именно вот это сопряжение угла здесь сделать вот подсветка интегрированная тоже как понимаете давай возня возня в общем ладно продолжаем работу работать кстати стеновая панель клёвая я вам сейчас покажу вот я их уже показывал в принципе но она конечно дороговатая вот но по ходу это получается дешевле чем керамогранит вместе с работой вот так выглядит это получать здесь видите прослойка алюминия идет сейчас фокус настроить сюда вот алюминия теперь и опять алюминий есть вот фирма но здесь почитать продукт скинали вот сайт название в общем хорошая стеновая срок эксплуатации 15 лет и они ровненькие клёвые все можно покупать смены вот прям клеится отлично но естественно друзья нужны стены как ни крути хоть стеновая панель хоть чтобы у вас там не было стены должны быть ровные ну здесь как видим видите вот она все приклеилась несмотря на то что стена не там бугристые небольшие но все она четко сидит как как влетаю здесь фух так ребят вытяжка приехала монтирую вытяжку вытяжка мантфил как видим занимаясь в пространство вот но сейчас не об этом о именно воздуховоде значит смотрите есть два варианта подключения вытяжки вытяжка подключается к вен шахте соответственно вот в квартире да есть вен канал туда вытяжка подключается либо второй вариант когда вытяжка работает через угольный фильтр но даже при условии что вытяжка работает через угольный фильтр в любом случае воздуховод должен выходить куда-то то есть вытяжка всасывает воздух нужно его соответственно куда-то выталкивать пользу вот такой способ то есть это пластиковая вентруба в данном случае 125 миллиметров и наверх я ставлю вот такой поворот делается он для того чтобы воздух не дул в потолок особенно когда он натяжной он будет болтаться ну и плюс все равно угольный фильтр вы прям все не задержи да и чтобы не было потом никого там как бы то странно не звучало желтого пятна на потолке вот соответственно воздух теперь у нас выдувается в бок и он у нас направлен как раз вот туда в вентиляцию вот поэтому друзья в любом случае необходимо выводить трубу наверх так все ребят собрал этот чемодан поставил слава богу приехал нормально с нормальной присадкой общем без косяков так здесь все вытяжка на месте шкаф все я стянул все это дело здесь у меня все выставлено и теперь вот я соответственно провел линии и вот у нас сошелся здесь угол и теперь у нас соответственно все будет как положено то есть про здесь продолжение и вот здесь продолжение подсветки вообще не знаю что есть какой-то способ скажем так попроще да без заморочек таких напишите буду признателен вот а так как бы как заранее вычислить честно говоря не знаю то что каждый раз по-разному где-то стена толкнул где-то еще чуть вот поэтому сейчас опять снимаю шкаф фрезерую и опять его вешаю на место итак друзья у меня сегодня начинается третий день монтажа кухни леруа мерлен в общем все в принципе неплохо вчера таки неплохо поработал в общем вечером уже не стал снимать потому что освещение не ахти какое карнизы установил запилился фасадики наверх накинул сейчас у меня задача заняться низом и техникой соответственно вот они ящики их все суда нужно сейчас внедрить фасады технику холодос микроволновку духовку кстати ребят по поводу микроволновки духовки но как бы большая часть зрителей уже кто давно смотрит знают но некоторые до сих пор не знаю как бы там даже кое-что предъявляют комментариях типа ее мое за духовку на 2 500 во первых друзья я никому не навязываю хотите устанавливать сами пожалуйста вот здесь дело в том что в леруа ничего не готова понимаете вот чтобы сюда установить вот видите сколько отверстий вот мы берем допустим вот такую полку до ставим на типа на нужное отверстие и 2 микроволновка у нас не влазит вот либо остается большой зазор то есть нельзя просто вот на штатное отверстие установить полку установить туда микроволновку если бы это можно было так делать вот у монтаж был бы намного дешевле потому что он бы занимал намного меньше времени а так приходится с каждым прибором возиться и несколько раз его вытаскивать подрегулировать полку и так далее вот а полки у нас устанавливаются кстати вот я их тоже показывал уже вот такие углы выписывают они не идут со шкафом они идут отдельно вот такие уголочки два штуки массивных вот и соответственно крутятся углы вот на уголки у нас устанавливаются полки где-то я и вчера даже отпилил а вот они меня лежат вот полки которые в комплекте со шкафом идут но их нужно упилить еще по ширине потому как если мы поставим углы это полки не влезут в общем и это все в инструкции написано то есть это не моя выдумка вот угол ставится и потом он регулируется уже по высоте необходимо сначала микроволновку ставишь угадал в первого раза с высотой и все не угадал вытаскиваешь начинаешь опять регулировать поставим микроволновку затем ставишь духовку по такому же принципу начинаешь регулирует чтобы зазоры были как бы ну как положено скажем зазоры там 5 миллиметров допустим берем здесь пять миллиметров зазор здесь пять миллиметров зазор а по низу уже конечно все что остается поэтому друзья иногда я говорю мне допустим времени иногда меньше уходит посудомойку установить чем микроволновку с духовкой когда так и опять же выбор всегда за вами хотите сами устанавливать пожалуйста устанавливайте я сэкономлю этот час-полтора времени и как бы пожалуйста никогда не навязывай свои услуги все посудомойка здесь три дня стоит меня лень куда-то двигать в общем сейчас и до нее дело дойдет в общем погнали вперед подсветка кстати все смонтировал нужно сейчас я вообще в обзорчике покажу и а 2 и 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 так друзья небольшой сейчас обзорчик сделаю на саммиты в принципе в телеграме там я когда только пера встретил меня там есть короткий видосик на выдвижные саммит значит эти механизмы пришли нам на замену хитиха то есть петли у нас еще фирмы хитих вот выдвижные все мы по крайней мере вот в москве уже сами турецкая фирма в принципе такие неплохие вот упаковка их упакованы довольно таки добротно качественно то есть вот здесь у нас есть задняя стенка то есть ящик уже полностью готов его только остается собрать и установить то есть ничего здесь пилить докручивать нужно здесь у нас направляющие здесь боковины и вот лежит дно вот они соответственно вот так выглядит то есть все готово в принципе довольно таки неплохо вот здесь фурнитура у нас лежит тоже все упаковано хорошо вопросов нет есть заглушечки все как было до линия видите типа фирменный видно в общем что турки уже конкретно для икея делают для леруа извиняюсь есть фурнитура крепежные ответные планки кстати не металлические отлично единственное что я бы конечно сделал разными цветами потому что у них есть левая и правая если бы они были разными цветами то это было бы немножко попроще вас принципе когда их устанавливать уже привыкаешь где какое где какая ответная планка расширители есть единственно что мне не нравится саммитах это вот эти вот пластиковые вставки вот они или пластиковые вставки у нас вставляются вот сюда вот сюда они так вставляются вам и за них цепляется рейлинг то есть вот этой частью вам и соответственно когда нужно фасад чуть-чуть наклонять то рейлингами тоже приходится крутить хотя у них есть здесь есть регулировка сзади он поднимается но ее не хватает и в общем пластмасски вот эти вот не очень надежные они могут отлетать и иногда плохо фиксируется поэтому их лучше ставить заранее пока ящик еще не собранный но это такая как бы мелочуха а так вполне себе нормальные механизмы и вот направлять и посмотрите видно там один турки 40 килограмм пишет нагрузка держит и фирма у нас вот саммит в общем направлять и досмотрите какие прям блин такие довольно таки серьезные но ящики работают в принципе довольно таки плавно нормально в общем скажем так если сравнивать с этих которые вот до этого были и вот эти допустим я не могу сказать что они там прям намного лучше либо они намного хуже в принципе что-то то на то и вышло даже где-то вот сами то мне нравится побольше вот ящиках видим нас много и здесь на друзья выдвижные механизмы они очень сильно прибавляют к стоимости кухни вот потому что каждый механизм стоит денег и соответственно вот здесь у нас ящиков целая куча и соответственно итоговая стоимость кухни увеличивается может прям порядком увеличится в общем сейчас все это дело собираем прикручиваем накидываем фасадики и погнали дальше так ребят направлять я все закинул всю раз плане к плане к все ездит прикручиваются они значит у нас немще покажу прикручиваться вот пятерка вот пятерка шурупы два штуки и еще контролирующие снарями принципе там в книжке так и написано короче все направлять я проверяю этот блин плохо ездит и все смотрел смотрел тут вот бумажка писать вот откуда она там взялась то бумажка вот сейчас сижу выковыриваю непонятно происхождение и здесь нет такое бывает в общем если у вас какой-то механизм плохо открывается закрывается да вот новый вот вы достали из коробки поставить то первым делом смотрите на нахождение в этом механизме каких-то посторонних предметах вот в петлях бывает знаете вот чашка петли бывает плохо прочь будет плохо закрывается и потом раз ты внимательно смотришь а там допустим каким ты вот эти демпферные резинки до которыми комплектуются такие вот она где-нибудь вот там вот застряла и у вас плохо петля закрывается короче когда что-то плохо функционирует до изначально новое то нужно первым делом смотреть чтобы там не было никаких лишних предметов так вот друзья вот эти штуки это к ним цепляться рейнг вообще непонятно но почему здесь нельзя было какой-то крючок сделать просто раз вот допустим вот эту фигню бац и защелкнул и все ну вот сами ты пошли по такому пути непонятному либо впаяны как будто вот как вот эта штука наш зафиксировано здесь и эту штуку на бага зафиксировать туда приходится вот так внедрять чтобы вот этот язычок вот видите вот эти язычок чтобы он как бы вот туда зашел вам чтобы то есть она обратно у нас все вот не выскочила вот эта штука и иногда как бы не доходит это ли ну под так сделано штамповка кривота сделано чем иногда с первого раза просто пальчиками даже туда бац и и она вот как часто на раз и защелкнулась все обратно уже не выскочит вот на эти моменты короче обращать внимание когда собираете они прям хрупенькие эти штуковины и лучше вот их заранее ставишь тогда потом удобно рейлинг сам цеплять потом бац прицепил и все все на месте а так ребят механизмы собраны механизмы на месте все есть теперь навешиваем на эти механизмы фасады и а и и и и и Соль вернется после долгих ночей Мы вьюсь сладкий соль А вернется после долгих ночей А вернется после долгих ночей В общем, ребят, монтаж микроволновки и духовки Тоже процедура иногда не быстрая Показываю, все зазорчики подберешь Вот, знаете, что вот Samsung, в принципе, нормально Они вот все время по одной и той же схеме делают Они просто на обычную микроволновку нацепили ноги И вот эту решетку, как бы, и все У них эта встройка Ну, в принципе, так, неплохая микроволновочка Но, как видим, да, не сильно большая Но, как бы, ладно, как есть Что касаемо горения духовок Я знаю, что их много хвалят хозяйки Типа, хорошо готовят Запекают там все такое Но вот они всегда кривые почему-то Я не знаю, почему Чем это связано То есть мы можем видеть вот здесь Видите, как дверь смещена И вот здесь Видите, дверца смещена вправо И все время такая тема Плюс, смотрите, вот здесь у нас, да Здесь почти Почти 11 миллиметров Зазор А здесь у нас В минусе То есть меньше 10 миллиметров Ну, 9 с копейками То есть дверца уже стоит заранее криво То есть здесь все, как бы, все заводское Но ничего здесь не порегулируешь Ничего не поделаешь Ну, вот, как бы, вот Такая тема сгорения Практически постоянно Поэтому имейте в виду, друзья Если вы вдруг там ходите Смотрит все, зазорчики там кривые То это Ну, это не беда сборщика Не проблема в сборщике там и так далее Потому что я знаю, что некоторые заказчики Прям ходят там, смотрят Зазорчики там, все такое И вот поэтому я в видео Я, в принципе, почти в каждом видео, где горение Я эти моменты показываю, объясняю Чтобы вы были в курсе, что это Вот такое заводское, как бы, исполнение Поэтому, когда так Ладно, продолжаем дальше Сейчас чем-нибудь интересненько Я еще засниму Сейчас Хавадос надо внедрять Сейчас редко попадаются Посудомойки Электролюкс Ну, потому что там ушли с рынка Да, и цена, как бы, у них подросла Вот, люди приобрели Электролюкс Классная моделька Я уже такую показывал У меня дома точно такая же модель Вот ее Артикул В общем, в чем ее преимущество Ну, во-первых, Электролюкс, да Хорошо моет Здесь у нас есть три лоточка Вот, ложки, вилки Как бы, и как обычно Вот, устанавливается хорошо Сделано, качественно выполнено То есть, все нормально Жесткая, нормальная конструкция Да, по сравнению с тем же Хайром Ну, понятное дело, да, друзья И цена Я не знаю, сколько сейчас стоит Ну, там, я думаю, там В районе 50-60 Вот так вот она, по-моему, сейчас стоит Давно не смотрел цены Преимущество Электролюкса Перед вообще всеми другими Посудомоечными машинами Это в том, что она оборудована Системой Perfect Fit Что такое? Заходим в YouTube Набираем Электролюкс Система Perfect Fit Красными словами Это слайдерный механизм Который встроен в саму дверцу Посудомоечной машины То есть, мы когда открываем дверцу У нас фасад выезжает вверх И тем самым мы можем устанавливать Сюда фасады разной высоты Не только, да, как у всех Допустим, посудомоек 720 максимум А дальше колхозим Всякими проставками Типа вот этого Соответственно, есть эта система И нам вот эта вставка Которая ставится здесь Между столешцей и посудомойкой Она нам не нужна Вот, так как у нас Эта система будет открывать фасад Поднимать его вверх И фасад не будет упираться вниз Далее, самый огромный плюс Ну, в принципе, у Боша то же самое Видим, да, какой здесь глубокий вырез То есть, соответственно Вот это утопленное место Оно нам не мешает При установке цоколя В большинстве посудомоечных машин Вот это место мешается То есть, оно торчит больше Чем сама опора И приходится там Либо проставки делать Либо опоры переносить В общем, кто там как Уже колхозит Вот, поэтому сейчас Эту машинку устанавливаем Для установки У нас есть установочный комплект Вот так это все дело выглядит То есть, вот углы Сами вот эти грибочки Которые здесь скользят То есть, они вот в этом месте Вот так Чук-чук туда-сюда ездят Скользят И сам слайдер Он установлен вот здесь Как раз вот эти ответные планки Сюда цепляются Вот таким образом Вот таким образом Вот И, соответственно Вот там прикручивается все Есть, видите, возможность Регулировки фасада Вверх-вниз Довольно-таки широкий диапазон И за счет вот этого всего механизма У нас все функционирует Все открывается Чтобы это все дело установить Естественно Есть специальный шаблон В принципе, шаблон идет Практически со всеми Посудомоечными машинами Но там я его не использую А кручу так уже, как привык И здесь вот Имеется шаблончик Вот Именно нужно свалить по шаблону Ставить ответные планки Прикручивать туда, где они должны быть В общем, сейчас внедрю И потом покажу Ребят, вот так выглядит фасад Уже с ответными частями Единственная проблема Это в том, что у нас один крепеж Попадает краешком На такое отверстие Поэтому я туда шкант На клей посадил Срезал Засверлился Все Теперь, как бы, это надежно И вот они Ответные части Обратные Сейчас все это дело Устанавливаем В принципе Тут все просто Сейчас попробуем показать Нам нужно попасть вниз Все, попали там И теперь там фиксатор Прикручиваем Регулируем И все будет окей Ну, это у меня сейчас Нужно соседний фасад поставить Чтобы вот эти все выставить То есть, чтобы у меня уже Были выставлены фасады И под них устанавливать Уже на посудомойке фасад Итак, друзья Завершил я проект Все, кухонька на месте Все установлено Все подключено Сейчас такой быстренький обзорчик И все И побежим дальше Так, начнем с навесного ряда Все здесь без изменений Ручки установлены Ручки, кстати, ГТВ Выглядят такие Прикольно В общем Такие кнопочки Ну, массивные Встык столешницы Еврозапил Мойка Герханс Каменные мойки В принципе, ничего так Но как-то обработка у них такая Прямо от плоскостей бывает нет Смесак Вайсенд Это тоже вайсенд Ну, смеситель Возможно, заказчики менять Будет, что-то мне очень понравился Стеновая панелька Все на месте Все окей Так, здесь, значит По сантехнике Вот сифон видим Вот вроде бы неплохой Да, но на самом деле Ужасный сифон В плане качества Вот в плане задумки Отличное решение То есть, видим Да, он смещается Все Там отстойничек есть Можно почистить Но качество исполнения Блин, просто трэш В общем, я в раза четыре Пере... Пере... Короче, уплотнял Вот течет Просто из-за всех щелей Вот видите Куча соединений Вот из каждого текло Кроме вот этого Вот здесь только не текло Вот, в общем Переуплотнял его Несколько раз Так, здесь у нас Фильтр для чистки воды Как обычно Там на своем месте И все Водичка Все здесь культурно Все под рукой Посудомоечная машина Посудомоечная машина Вот она на месте И вот он Собственно говоря Вот этот сам Давайте я сейчас Отсюда покажу То есть, вот видите Как работает Система Вот эта Перфект Фит То есть, видим Да, фасад уезжает вверх Фасад уезжает вниз И все И, соответственно У нас посудомойка Под столешницей Все как положено Здесь, естественно Демпферные ленты Все Как бы окей Холодос Самсунг Тоже, в принципе Устанавливается Нормально Без проблем Все установлено Все подключено Сегодня полочку Вверх ногами Там перевернул Точнее, задом наперед Чтобы там В общем, полки неудачные Которые сделаны Для холодильника Кстати, тоже спрашивали Там люди сами Устанавливают Не поймут Почему у них По фасадам не сходится Друзья Потому что полку Нужно ставить Вот эта вот хреновина Под холодильник Она обязательно Она нужна Для того, чтобы у нас Вот эти фасады Фасады и элементы Сошлись с фасадами Холодильника Чтобы они по раздельности Открывались То есть здесь Определенная высота Должна быть Поэтому в Лерой Придумали вот эту полку Это все из-за Нестандартных фасадов Вообще Не заморачивайтесь Находите сборщиков Вам все установят И проблем не будете знать Выдвижные Наши саммиты Все окей Как я и говорил Лоточек сюда подходит По ширине По длине Только чуть не подходит Но вот пластиковый Тут как родной стоит Здесь два больших механизма Тоже все На месте Варка подключена Бош Бош Позволяет Но сейчас вот Некоторые модели есть Не позволяют провод вытаскивать Некоторые позволяют Это делать И соответственно Провод у нас Вот Владимир Который заложил провод Вон он у нас Напрямую Заходит в варочную панель Вот видите Вот этот хреновинка Маленькая Железная хомутик Этот хомутик Был сварочной панелью Специально Чтобы провод подвязывать Потому что Бош Здесь аналогичные Выдвижные механизмы Колонна У нас духовка Микроволновка Как видим По цвету отличаются Конечно Ну Как бы Куда деваться Здесь все как обычно Дверь полка Без изменений Здесь 60 Шкаф У нас кстати Сегодня дверки Все 30 Тридцаточки Сороковочки Здесь так же Аналогично Все Вытяжка на месте Все закрыто Полки Петли как видим Приходится переносить Сюда кстати Проводятся заглушки Вот в Леруа Только они Там есть От фирмы Джет Ерундовые Есть от фирмы Хетих Заглушки Вот под Вот эти вот Штуковины Поэтому можно Это все покупать И глушить И здесь у нас Получается 40 модуль И 80 модуль Визуально Два фасадика По 40 сантиметров Все там Как обычно Куча места Может складировать Все на свете Здесь по низу Подсветка у нас Интегрированная Все врезанное На углу Все окей Все что зашивается Все зашиваю Если конечно Есть из чего Далее Сушка большая 80 Десяточка Все тоже на месте Огромная сушка И в принципе Расположение Довольно таки Удобное То есть Вот здесь Можно открыть Брать посуду Складывать туда В общем Отличная компоновка Вообще Друзья Вот компоновка Мойка И справа Либо слева Посудомойка Самый По моему Отличный вариант То есть Очень удобно Пользоваться Такой компоновкой И завершается У нас все 45 модулем Тоже там Остается Вся макулатура Обычно Где-то в одном Шкафу Все складываю Фурнитуру Все инструкции Там и так далее И кстати Обратите внимание Бош Это маломощный Бош На 4 конфорки Но она всего Трехкиловаттная И вот родной Бошевский провод Видите С вилкой идет То есть Вот Можно спокойно В обычную розетку Втыкать ее Вот Это уже Смотрите Характеристики В общем Вашей техники Все Посудомойку Я проверил Здесь все У меня вроде Подключено Все работает В общем Единственное Вот по потолку Есть нюансы Видим Потолок провисает Но это Друзья Всегда так бывает С натяжным потолком Но сейчас Здесь светильники Уже нормально Когда установят За счет светильников Можно приподнимать Немножко потолочек И это Будет картинка получше Что касаемо высоты У нас высота 2,57 Вместе с карнизом Вот так у нас Где-то получается Там 3 Где-то 3,05 Примерно Вот так Плюс-минус По вот этой стене У нас получается Сейчас я вам скажу Сколько получается Метр семьдесят И шестьдесят Два Ну 2,30 Тоже С копейками Вот здесь получается Вот Так кухня В общем Да вообще Немаленькая Получилась Огромная кухня Она просто так В углу стоит Компактненько А так кухня Здоровенная Да Еще где там В общем метрах Считать Там получается Блин Почти 6 метров Кухни Вот когда так Все друзья Вопросы Как обычно В комментариях Вот Задавайте Пишите Если какие-то У вас есть вопросики Такие Небольшие Вопросы Да Ну вот Вы не знаете Чего Друзья Пожалуйста Старайтесь Менее писать В личку По всякой ерунде Вот есть Телеграм-канал Вот туда Там есть чат Там или я отвечу Или там ребята Коллеги ответят В общем Вот там Лучше вопросики Задавать И вот еще Кстати Обратите внимание Решетка У нас Под Холодосом Тоже все Забывают Ее выписывать А ее надо Выписывать Ну по-хорошему Магазин МДМ комплект Там есть белые Черные Выписывайте И идеально Подходит Под лярашный цоколь Теперь точно Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok